Снова здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале на кухне в Рубани, это значит вы на моей кухне. Сегодня опять у нас постное блюдо, борщ с фасолькой и килькой. Для этого мне понадобится фасоль, капуста, свекла, морковка, лук, картофель, паста томатная или соус, килька обязательно в томате. Самый главный ингредиент это будет фасоль, она заменяет на мясо. У меня кастрюлька на киллитрах, я жду пока она закипит, она буквально сейчас кипит и хочу сказать, что я делаю так, не знаю как вы, у меня такая пропорция, значит фасоль, когда я готовлю вот именно с килькой, там без мяса, когда у нас борщ, то фасоли должно быть так будто бы сказать немного, не много, не мало, а среднее. Что я делаю? Я набираю вот фасоли, вот так вот столовая ложка, это на пол литра, но только сейчас она у меня разбухла, потому что я заливала с ночи, потому ее в два раза меньше, а так вот получается набираете полную сухую, когда только купили и хотите залить. Я заливаю с вечера теплой комнатной водой и до утра она у меня стоит. Значит залили, вот столовая ложечка полная, это на пол литра. Вот у меня здесь три литра, значит это будет шесть столовых ложек. Я их замочила и сейчас отправлю беленькая фасоль, у меня она хорошо разваривается, сейчас я ее отправлю в воду вариться. Вода уже кипит, водичку я эту слила. Пожалуйста, есть фасолька. Теперь я должна, пока фасоль закипит, нарезать свеклу. Светлу я не в коем случае не натираю, я буду ее резать соломкой, тоненькой соломкой. Свеклу я нарезала вот так, видите, соломкой. Вот, значит у меня уже кипит фасоль, я сюда сразу отправляю. И хочу вам сказать, что когда я готовила, то я смотрю, будто бы как две, надо две свекла, одной мало. Но когда я ее измельчила, нарезала соломкой, то оказалось, что я думаю одной будет предостаточно, потому что у нас еще морковка, лучок, картофель капустая плюс килька, ну этого будет достаточно. Одну я оставлю, ее положу в холодильник, что-то завтра сделаю. Вот, потом оставлю в сторону. Значит пусть у нас это кипит, кипит, кипит будет где-то, не знаю, минут сорок точно. За это время вы можете быть свободны, можете чем-то заняться. Я пока подготовлю все, что надо на зажарку и покажу вам. Морковочку я буду резать так точно, как я свеклу нарезала, лук измельчу, ну а потом я вам покажу все в полную. А вы хотите, можете погулять, можете сейчас подготовить. У нас еще будет время, когда будет вариться картофель, мы сможем тогда сделать зажарку. Это уже на ваше усмотрение, но я подготовлю сейчас. Итак, смотрите, вот так я подготовила чесночок, лучок и морковка. Значит где-то 3 столовые ложечки растительного масла на сковородочку. На глаз. Будет мало добавим. Сейчас отправлю сначала лук, пусть пару минут человек пожарится, а потом за ним отправлю морковку и чесночок. А за это время, у меня уже фасоль сварилась, я проверила, я нарежу, сейчас, секундочку, я нарежу картофель. Картофели я, наверное, возьму, я думаю, две штучки большие, потому как мы густое сильно не любим. Знаете, кто любит сильно густо, смотрите уже на ваш вкус. Если вы, допустим, почистили там и посмотрели, что картофель останется, жалко, ничего подобного. Добавить еще две-три штучки, обжарите на растительном масле, у вас будет ужин. Ничего не должно пропасть. У вас остается капуста, смотрите, капусты много. Вы ее оставили, обжарили, добавили опять же картошечку, там все обжарили, тоже ужин. Потому здесь надо смотреть, ничего не выбрасывать, никогда не расстраиваться, что вот что-то там у вас по рецепту, посмотрели, это много. Все делаете, все, ничего не выбрасывается, ничего не пропадает. Сейчас нарезаю картофель. Вот я мелко нарезала картошку. Смотрите, какой красивый получился бульончик, это такой розовенький, красненький, но очень красивый, не темный, не серый. Отправляю. Поварится где-то картофель, вот так как она маленькими кусочками у нас нарезана, 5 минут и мы сразу отправим туда капуточку. Все, потому ждем, пока закипит, и 5 минут. Закладка жарится, сейчас помешаю и туда отправлю морковку. Лучок так немножечко обжарился. Теперь я добавляю морковку и сверху на морковку чесночок сразу. И будем обжаривать. Так, смотрите, вот так я вот обжарила все. Теперь сюда не больше двух ложек, так как у нас 3 литра. Вот, томатная паста у меня жиденькая. Вот так вот. Сейчас посмотрю. Я думаю, что будет достаточно. Даже давайте добавлю 3. Вы смотрите, какая у вас паста. Если паста густая, значит 2. А теперь я буду пробовать. Сейчас обжарю немножко соль, перчик, сахарок, если надо. Все это пробуем на свой вкус. Картошечка практически сварилась, отправляю капусту. Значит, в лавровый листик я зажарки вложу. Здесь у меня немного перчика. Если у вас есть болгарский перчик, пожалуйста, нет, это не страшно. Ну, вот здесь чуть-чуть, буквально там, я не знаю, вот такой маленький кусочек был. Вот, отправляю аккуратно капусточку. И смотрим, вот я там отделила себе. Сейчас посмотрю, вот половину, так. Сейчас посмотрю, как оно будет. А потом попробую вторую часть. Надо или нет. Значит, я думаю, немножечко жидковато. Можно чуть-чуть добавить. Если вас, сейчас я достану. Это я так зрительно переделила на 2 части. Я немножечко еще добавлю. Все надо смотреть, знаете, вот вы смотрите уже свою кастрюльку, видите. И не переживайте, я еще раз повторюсь, вот. Я думаю, это будет достаточно, потому как мы густой не едим. Вот у меня осталась капусточка, да. Ничего страшного. Мелко нарезанная. Морковки натерли на терочку. У меня осталось, здесь кусочек где-то был. Морковочки лучка заправили маслом растительным. Чуть-чуть лимончика. Отлично, это салатик. Ничего не пропадет. Ждем, пока пожарится наша зажарка. Зажарочку я вот сделала. Видите, она такая у меня не густая, потому что, напомню, у нас еще килька в томате. Вот, отправляем. И пусть так зажарочкой покипит 2-3 минутки. А потом мы будем отправлять уже. Сейчас, одну секундочку. Все, вот так вот. Ой, красивый цвет какой. Аромат пошел, потому как там у нас лаврушечка и чесночок. Значит, девочки, мальчики, не забываем за мой заветный колокольчик. Подписываемся, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. И ждем, пока покипит, закипит капусточка 2-3 минутки. Итак, зажарка и покипела. Все, теперь я отправляю кильку в томате. Значит, на вот эту кастрюльку, я уже говорила, но повторюсь еще раз, на вот эти 3 литра, как раз ванночки и кильки будут предостаточно. Значит, перемешиваем. Ой, какой аромат. Ой, какой красивый какой. Я вам все покажу. Значит, смотрите, я заправляю еще кучок нарезанный. Укроп не бросаю, потому что, ну, я не знаю, мне кажется, он сюда не уместен. Так как килька и укроп. Вот, а лучок пойдет. Вот, лучок. Значит, перчика немножко черного, горького, молотого. Вот, вот он такой именно, видите, я чуть-чуть. Абсолютно чуть-чуть, потому как у нас и дети все, это чисто для, знаете, для аромата, для всего. Теперь мы пробуем на вкус. Варить мы его долго не будем, только закипело, вот уже кипит, перемешала. Сейчас пробую на соль, на вкус, если что, по сахарю. Смотрите, и будем снимать. Я думаю, немножко посолить надо. Абсолютно чуть-чуть, чтобы не пересолить. И сюда же я добавлю. Знаете, этот борщ, хочу сказать, этот борщ, который вот с консервами, он должен быть немножечко сладковатый. Немножко, потому я даже в свеклу, я бросала не ту, которая маринованная, а свеклу обыкновенную, которая свежая. Чтобы меньше было кислоты, а больше сахарка. Я добавлю сахара. Ну, где-то вот, смотрите, вот так вот, меньше, одну третью столовой ложки. Если вы там любите еще какие-то специи, не знаю, можете чесночок сухой там, ну, все, что вы любите. Пробуйте и бросайте там, готовьте вкус, это уже на ваш вкус. Еще раз попробую, сейчас сильный огонь, пусть закипит хорошо. Да, отлично. Сейчас вам все покажу. Сейчас уберу немножечко. Ложка уже готова, большая. Банночку пока в сторону, чтобы не мешала. Значит, закипела. Сильно прям, должно сильно-сильно булить, чтобы не спрокис. Друг чего. Все, выключаю. Лечем потом вот так салфеточку и поставлю босточку. Вот такую. Сегодня что-то у меня немножко... Не так, как всегда. Вот, смотрите. Вот, сейчас открою. Ой, бесподобно. Бесподобный аромат. Я повторюсь, я уже говорила, жалко, что я не могу вам передать аромат и не могу вас угостить этим борщом. Я надеюсь, смотрите, красивый цвет такой, знаете, вот пахнет и слышно, а так запах консервы идет. Чесночка, лавровый листик, перчик. Вот я сейчас налили в тарелочку, в белую специально. Уж это у меня что-то рисунок, боже, я думала, какая-то нитка. Господи, боже, какой он красивый. Прям я сама себе рада. Сама себя похвалю, знаете, как говорится. Вот, смотрите, какой он. Надо больше, я налью больше. Вот. Прямо смотрите, ну почему, почему бы не приготовить такой борщ? Кто может сказать, что этот постный борщ невкусный? Потому, пожалуйста, сейчас еще раз попробую. Вот вам все показала. Все. Не густой, заметьте, что этот борщ у меня не густой. Отлично. Отлично. Люба молодец. Потому, пожалуйста, заходите на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои очередные видео. Надеюсь, они будут не менее вкусные, чем этот борщ. А еще даже и получше что-то. Не всегда будут поздные блюда. Поэтому, пожалуйста, заходите. Будьте счастливы, будьте здоровы. Всего вам самого наилучшего. Ну а пока, до свидания.